Universal Audio Volt 2. Что же из себя представляет эта звуковая карта от именитой компании Universal Audio? С вами Макс, вы на канале MyChoose. Давайте начнем. Первое и самое главное, почему мы выбираем звуковую карту, это для того, чтобы качественно записывать или транслировать звук. И давайте немного о нем. У нас доступно два комбинированных входа XLR и Jack с довольно неплохим усилением в 55 дБ. Качество сломих конвертеров тоже на хорошем уровне, за свои 260 баксов это хорошее звучание. Динамический диапазон АЦП и ЦАПов 110 дБ позволит комфортно и главное качественно работать со звуком. Выход на наушники здесь тоже неплохой, на 80% громкости у меня получалось раскачать по громкости мои Beyerdynamic 990 Pro. Никаких лишних искажений, либо же шумов я также не выявил. Звук детальный и качественный. Что касаемо самого управления, на этой карте нам доступно, как я и говорил, два комбинированных входа. Ручка Gain есть к каждому этому регулятору. Далее кнопочка Vintage, которая производит эмуляцию 610 предусилителя от компании Universal Audio. По моим субъективным ощущениям, эта функция добавляет больше высоких частот и привносит небольшой сатурации в сам сигнал. Он становится более тепленьким. Далее кнопочка Inst, которая отвечает за переключение наших входов в инструментальный режим, для того, чтобы мы могли записывать электрогитары, либо бас-гитары. Далее кнопочка 48 Вольт, это отключение фантомного питания. И ниже есть кнопка Direct, которая отвечает за включение прямого мониторинга для более комфортной записи без задержек. Последние два регулятора, в частности, монитор отвечает за выход на ваши студийные мониторы, а последний регулятор это регулятор выхода на наушники. Выход на наушники здесь всего лишь один, поэтому будет некомфортно писаться, например, вдвоем. Что касается задней панели, на задней панели расположился разъем подключения USB-C к вашему компьютеру. Также эту карту можно подключать к мобильным устройствам, например, к iPad, дополнительно запитав ее от разъема 5 Вольт, который там тоже имеется. Далее нам доступны еще MIDI-In и Out для подключения каких-то инструментов, например, синтезаторов, либо MIDI-контроллеров по MIDI-протоколу. И, конечно же, балансные выходы 6.3 TRS на вашу акустику. По комплектации есть два вида приобретения этой карты. Есть Universal Audio Volt 2 Studio Pack, где вам будет еще доступна не только звуковая карта, но и бюджетные наушники и бюджетный микрофон, для того, чтобы вы могли сразу же приступать к записи вашей музыки. И простая, стандартная комплектация в виде только звуковой карты и документации, ПО и кабеля подключения вместе с ней. Что касаемо самого драйвера и ПО, который идет в комплекте. Для того, чтобы активировать карту, вам придется скачать с официального сайта Universal Audio Driver, который будет отвечать за установку программного обеспечения, которая будет вам доступна с этой карты, и активации самой карты. Там нет ничего сложного. Установили, открыли, карточка сразу обновила свою прошивку. Установился ее ASIO Driver, и вы приступаете к работе. Также, если вы захотите установить плагины, которые идут вместе с ней, а там есть отличные плагины, можете перейти и почитать. Например, лично я использую активно компрессор LA-2A на вокалах, на каких-то акустических инструментах. Как раз-таки от Universal Audio мне нравится его эмуляция намного больше, чем от кого-либо. Установка драйверов происходит моментально. Приложение Universal Audio вам показывает, какие вам плагины доступны. Вы просто кликаете Install, и все происходит автоматически. Карта работает стабильно, драйвера не отваливаются. На протяжении полугода, сколько у меня это карта, ни разу не было с ней проблем. Поэтому за стабильность я ставлю лайкосик. Что касается внешнего вида, он стильный, минималистичный дизайн, серебристый оттенок самой карты. Мне очень нравится. Сборка на высшем уровне. Карта выполнена полностью из металла. Когда я первый раз взял эту карту в руки, я действительно почувствовал, что это качественный прибор. Регуляторы и кнопки сделаны из пластика. Сами кнопки подсвечиваются, если они активированы. Это очень удобно, чтобы видеть, активирована у вас, например, функция футовного питания или нет. Регуляторы крутятся не туго. Все в пределах разумного и настройка довольно точная. Если ее сравнить с ближайшими конкурентами, такие как Присонус, Фокус Райт, Штайнберг и так далее, я могу выделить, конечно же, Аудиент, которая также есть у меня и она пишет сейчас звук. Конечно же, Аудиент в плане звучания полностью сделает эту карту. У нее динамический диапазон на АЦП и ЦАПах больше. Выход на наушники у нее тоже мощнее и, как мне кажется, более чище. В целом, по звуку Аудиент будет намного лучше. В своем фоум-факторе они также идентичны, что то мобильное устройство, что это. Но мне нравится то, что Аудиент, регуляторы и кнопки находятся на верхней панели, а лично мне это удобно для комфортной работы. По стабильности Аудиент и Вольт 2 они полностью идентичны, что та карта стабильно работает и это тоже проблем с драйвером нету ни с той, ни с другой. И даже работая вместе, то есть они обе подключены у меня к компьютеру, я могу просто переключаться между ними и никаких конфликтов не возникает. А это означает то, что ПО работает стабильно. Детальный обзор на Аудиент у меня есть на канале, поэтому переходите вот здесь, будет всплывашки. Посмотрите, карта достойна внимания тоже. Сравнив Аудиент и ЮАД, я не хочу ЮАД выделить как плохую карту. Нет, она просто другая. Например, она у меня появилась на замену моей Тоскам ЮАС 4х4, которой уже давно пора на пенсию. Эта карта у меня является вторичной, к ней подключена моя вторая пара мониторов. Если мне нужен другой мониторинг, я просто переключаюсь на нее и работаю с ней. Также я провожу двухканальные записи, если мне это необходимо. И я полностью доволен этой звуковой картой. Если вы выбираете между ею и кем-то еще, я рекомендую, конечно же, Юнирусал Аудиовольт 2. Это не только карта от именитого бренда, но и в целом она себя зарекомендовала как хорошее устройство. Для того, чтобы послушать, как звучит конвертер, вы можете перейти на полный обзор, который есть на нашем портале. Там есть все исходники, переходите и слушайте. А в целом, хочу с вами попрощаться. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Если вы не согласны с моим мнением, тогда пишите в комментариях, почему. Если вы владелец этой карты, пожалуйста, поделитесь своим мнением, своим отзывом. Мне будет интересно почитать и с вами вступить в небольшую дискуссию. И, конечно же, не забывайте подписываться на канал. У нас также есть еще и топ звуковых карт от эталонных и к бюджетным. Поэтому переходите, также выбирайте, если у вас сейчас такой выбор стоит в жизни. А с вами был Макс. Это канал MyChoose. Всем хорошего настроения и пока.